На сегодняшний день задолженность предприятия теплооснабжения города Одессы перед НАК «Нафтогазом» составляет 806 миллионов гривен. Для получения номинации по природному газу для начала отопительного сезона необходимо, по информации НАК «Нафтогаз», по состоянию на 3 октября, погасить сумму 196 миллионов гривен. На предыдущей сессии Одесского городского совета было выделено профинансированное решение июньской сессии на сумму 115 миллионов и дополнительно было выделено еще 100 миллионов, которые мы направили на погашение задолженности по НАК «Нафтогазу». На сегодняшний день дополнительные соглашения и все необходимые документы направлены на подписание «Нафтогазу» в город Киев. Мы ожидаем их подписания в ближайшее время. Ну, соответственно, после подписания всех этих соглашений будут деньги оплачены, и мы получим номинации для начала отопительного сезона. То есть, чтобы погасить часть вашего оборудования, вам нужно, чтобы в «Нафтогазе» подписали какие-то документы, я правильно понимаю? Да. Ну, поймите правильно, все оплаты осуществляются на основании договора. Есть договор, есть оплата. Ну, это логично, вы же прекрасно понимаете. Поэтому сейчас есть документы на подписание на «Нафтогазу». А за этот год, затриманных вами от Минской Ради, как дотации грошей, сколько пришло на погашение борьев перед «Нафтогазом»? Значит, у нас основной механизм для осуществления оплаты за природный газ, он пока единственный фактически. Это механизм распределения денег средств по 217-му поставлению Кабинета Министров. Как вы помните, когда в начале августа месяца будировался вопрос по поводу того, что там большая задолженность, сумма называлась 224 миллиона, сейчас эта сумма 196, соответственно, это так работает 217-я постановление. То есть, автоматически деньги от потребителей заходят на счет, который списывается в счет на «Нафтогаза», и таким образом подтверждается текущая задолженность. Поэтому деньги, которые сейчас необходимы для номинации, которых не хватает из-за того, что была разница в тарифах за прошлый год, соответственно, это та сумма денег, которая необходима сейчас для выделенной сессии бурсовета. То есть, я правильно понимаю, что с тех денег, на которые датуется ТМО, ни одна гривня не идет на погашение бургов перед «Нафтогазом». Ну, просто вы в этой сфере очень давно, а мы не очень давно. Я понял. Смотрите, как сказал 217-е постановление, это постановление Кабинета министров, которое регулирует взаиморасчеты теплоснабжающих организаций с «Нафтогазом», ну и с другими контрагентами. В частности, в небольшой части Одесса «Ублэнерго», в небольшой части Одесса «Газ», в небольшой части Одесса «Газ», в небольшой части Одесса «КТЦ». Ну, в частности, то, что касается «Нафтогаза». Таким образом, количество средств, которые остаются после распределения этих денежных средств и попадают в хозяйственную деятельность предприятия, катастрофически не хватает. Поэтому мы вынуждены обращаться за дотацией в Горсовет для компенсации затрат по заработной плате и своевременной выплате. На сегодняшний день возникла необходимость, за счет того, чтобы был тариф в прошлом году, не был поднят, возникла разница в тарифах, которые мы сейчас просим в городском бюджете. Так, как-то более понятно. На самом деле, очень сложная система такая. Скажите, какая заболеванность населения перед ТМО, ТЭЦ перед ТМО? Ну, чтобы мы понимали, звідки летят эти заболеванности. Значит, задолженность населения перед одесситов перед предприятием теплоснабжения города Одессы на сегодняшний день составляет 413 миллионов гривен. Суммарная задолженность всех потребителей составляет 430 миллионов гривен. В принципе, городской бюджет рассчитался по долгам полностью, то есть там долгов за отопление нет. Областной бюджет фактически тоже полностью рассчитался, государственный тоже рассчитался. Остались небольшие предприятия, там юридически разные формы собственности, которые нам должны за отопление. То, что касается задолженности за потребленную тепловую энергию от ТЭЦ. Значит, там, как я уже говорил, там также действует по взаиморасчетам, действует 217-е постановление. И все деньги, которые поступают на счет предприятия, расщепляются в сторону ТЭЦ в том числе. Таким образом, на сегодняшний день перед ТЭЦ у нас в предприятии долг 408 миллионов гривен за текущее потребление. Ну, опять же, с учетом, если вы помните, цифры августа, там была сумма 440 миллионов, соответственно, там 436, по-моему. Соответственно, вы видите, что эта сумма постепенно уменьшается. Это как раз именно яркий пример механизма, как работает 217-е постановление. То есть никто нас не спрашивает, забирает у нас деньги. Вот так работают механизмы. Вы можете сподіваться, что на початку паливного сезона, когда люди начинают платить, как-то скоротится цей год? Да, конечно. Значит, у нас на сегодняшний день ситуация выглядит таким образом. То есть мы начинаем отопительный сезон, ну, предположим, там, как положено, во второй половине октября. Да. Ну, судя по погодным условиям, опять же, должно соблюдаться температурно-санитарные нормы. Начинаю выставлять счета. Ну, соответственно, первые платежки Одесситы увидят с отоплением. Это начало ноября. Соответственно, с начала ноября начнут поступать денежные средства. Ну, вот. Продолжение следует. Продолжение следует...